Который расскажет нам о рассказе от маленького государства Диунисера Дмитзаки. Да, правильно произнесли. Сложно произносить мое имя, потому что там твердый знак в имени. Вот, еще раз представлюсь. Меня зовут Павел Соколов, я журналист, постоянный автор журнала «Дискурс». Спасибо, что пришли. Сегодня мы с вами поговорим о раннем рассказе замечательного японского писателя Диунисера Дмитзаки. Можете видеть его портрет, презентации не будет, подвести лекцию по старинке. Он является старшим современником таких культовых японских авторов, как Мисима, Кавабата и Акутагава. Думаю, их имена вам что-то договорят. Родился он в 1886 году, умер в 1965. В числе вероятных претендентов его имя звучало в шорт-листе Нобелевской премии в конце 50-х, начале 60-х годов. Ну, кстати, как и имя Мисимы. Но, к сожалению, Нобелевскую премию он так и не получил. Он является одним из наиболее ярких представителей японского модерна. По сути своей он был свидетелем всех этапов развития японской литературы первой половины 20-го века. Ну, собственно, не без его участия она и развивалась. Итак, переходим к рассказу «Маленькое государство». Написан он был в 1918 году. Запомните эту дату. Думаю, не надо говорить, что тогда происходило в Европе, в России и во всем мире. Этот рассказ, по своей сути, предвосхитил многие процессы, которые произошли в истории многих стран в 20-м веке. Вкратце перескажу его сюжет. Его главный герой – это учитель. Коренной житель Токио, Эдоку. Сын ученого китаиста. Коэдзиме Месаевосе. Он с юности хотел заниматься наукой, но так получилось, что семья у него была достаточно бедная, и он был вынужден стать учителем. Закончил педагогическое училище и в возрасте 21 года начал преподавать в токийских школах. Потом достаточно быстро женился, у него пошли дети, и о мечтах науки пришлось позабыть, к сожалению. Потихоньку у него росла семья, постепенно количество детей с ней увеличилось аж до шестерых. Конечно же, зарплату ему потихонечку прибавляли, но семья еле-еле сводила концы с концами. Особенно обидно было ему за то, сколько он зарабатывает, потому что его дети ходили в те же элитные школы, в которых он преподавал. И когда он видел то, как одеты его дети, и как одеты дети вот этих новоришев, погощей, которые сколотили состояние в эпоху Мэдзи, ему становилось немножко не по себе. И вот, в конце концов, жизнь в Токио им стала просто не по карману. Они были вынуждены переехать в провинцию, потому что считал, подумали, что там хотя бы смогут как-никак существовать. Там он поступил в местную элитную гимназию. Это была действительно элитная школа, поскольку в ней учились дети, ну, скажем так, лучших людей той префектуры, в которой они жили. Вот имена некоторых учеников и должности их родителей. Накамура, сын вице-президента банка. Судзуки, сын местного текстильного фабриканта. Арито, сын местного врача. Ну, и так далее. Ребята были способны, все шло у них хорошо. И вот в классе появляется новый ученик. И что удивительно, сын ткача. И вдруг потихоньку он начинает замечать, что начали происходить какие-то изменения. Все дети потихоньку начали ему подчиняться. Он был свидетелем их игры на спортивной площадке, когда весь класс разбился на две неравные армии. В одной было 40 человек, в другой 10. И в той армии, в которой было 10 человек, возглавлялась как раз вот этим новым учеником, которого звали Нумакура. И что же вы думаете, армия из 10 человек разбила армию из 40. Потом он сказал, что на вас слабаков и семерых хватит. Отдал им еще троих своих бойцов. И снова результат оказался в пользу вот этого ученика. И он начал удивляться. Как-то так. Вроде как сын простого ткача. И вдруг на тебе такой. Ему все начали подчиняться. По способностям он ничем не уступал отпрыскам богатых семей. И потихоньку, скажем так, его слава-харизма затмела успехи всех прочих учеников. И вот однажды произошла следующая сцена. Он читал урок по этике. Это очень важная деталь. И вдруг заметил, что кто-то из учеников болтает. И вдруг он понял, что болтает как раз вот этот вот самый харизматичный ученик. Он тут же ему сказал встать и понести наказание. И что же вы думаете? Вместо него встал ученик, который сидел с ним рядом. Сказал, что это был он. Потом встал другой. Третий, четвертый, пятый, шестой. А дальше как в замене рекламе Пепси. Только все взялись вину на себя. Он не мог в это поверить. Потом он решил поговорить со своим сыном, который также учился в этом классе. Почему они так поступили? Но он сказал, что их фюрер испытывал их верность. Вассальную верность себе. И все прошли проверку на пшивость поголовно. Но после этого, скажем так, отношения между учителем и учениками немножко охлазели. И все-таки у него был богатый педагогический стаж. Ему к тому моменту было уже в районе 40 лет. Он решил направить энергию этого юного харизматика в нужное русло. Что же он ему предложил? Он подошел к нему и сказал, слушай, а давай-ка будешь следить за порядком в классе. Отправлять энергию учеников в нужное русло. У тебя большой авторитет. И поначалу кто-то не поверил. Надо же, учители такую честь мне оказывают. Но на следующий день в классе стояла железная дисциплина. Не звучала ни писка. Ученики еще с троим ходить не начали. Он обратил внимание, что вот этот ученик сидит на задней парте, доставит блокнот и записывает именно всех людей, чьих-то подмигнул и все прочее. Составляет свой штрафной лист. В общем, потихоньку класс выбился в лидеры. Этот класс начали всем ставить в пример, как образцовый, по дисциплине, по успеваемости и, что важно, по посещаемости. Посещать школу начали все. Даже самые злостные прогулщики и даже больные дети. Вот такая вот ситуация. И вот почему. Потому что новый руководитель класса организовал систему сыска и поиска. Его шпионы начали бегать в дома злостных прогулщиков и смотреть, действительно ли они больны. То есть организовал полуполицейский режим. Тем не менее, несмотря на успехи на педагогическом поприще, дела в семье оставляли желать лучшего. После рождения седьмого ребенка у его жены открылся туберкулез. И благосостояние, как вы понимаете, начало неуклонно падать, потому что медицины бесплатной тогда не было. За врачей приходилось платить. Особых помощников по хозяйству, которые могли приносить деньги в семью, не было. И ситуация ухудшалась день от дня. И вот представьте себе ситуацию, когда однажды его мать, бабушка вот этих детей обвинила его старшего сына в воровстве. Вдруг не с того ни с сего, она обнаруживает у него целые карманы, набитые конфетами. Плюс еще у него в пенале оказались цветные карандаши. И он спрашивает, откуда? У нас денег нет, мы тебе даем буквально там, чтобы бумагу купить и до школы дойти. Все, откуда все это? Если у тебя эти вещи, значит, ты их украл. Ну, ясное дело, сын бросается в амбиции, начинает бить себе в грудь кулаком, говорит, нет, ничего я не крал. И в итоге скрывается вот какая ситуация. Оказывается, новый руководитель их класса вел денежную систему. Он учредил, во-первых, министерские посты, начал вручать всем липовые ордена. Себя, ясное дело, он назначил президентом класса. Он был тут же единогласно избран. Бывших отличников, они были назначены кто вице-президентом, кто премьер-министром, кто министром финансов. И тут пришла кому-то гениальная идея в голову, что надо бы начать печатать собственные деньги. И местный министр финансов начал изготавливать бумажки разного номинала и разного достоинства. 10 тысяч, 100, 500, миллион и так далее. И деньги становились дееспособными после того, как этот ученик ставил свою личную печать на них. Потом было введено правило, что на эти деньги можно покупать разного рода предметы в школе. Карандаши, сладости, различные игрушки, ну и что посерьезнее. Потом был издан указ, что ученики должны все свои карманные деньги, настоящие, не вот эти, тут же отоваривать. Покупать различные товары и тут же приносить их на местный ученический базар и тут же продавать их за эти деньги. При этом, как вы понимаете, особо никто не мог возразить новому президенту, если ему нравилась какая-то вещь, еще он протягивал там какой-нибудь фантик. И что же вы думаете? Этот ученик, видя печальное состояние семьи своего учителя, назначил его сына, ну тоже, на довольно-таки ответственный пост. У него был оклад в миллион иен, ну, сами понимаете, каких. И потихоньку тот начал покупать сладости, карандаши и так далее, и тому подобное. Как вы понимаете, учитель был в шоке от подобного развития событий. И он уже было пытался предпринять меры, чтобы пресечь подобные вещи, но закончилось все это следующей сценой. До получки оставалось буквально три дня. Денег семьи оставалось вот ровно ноль. При этом седьмой ребенок, младенец, отчаянно требовал молока, которого туберкулезная мать ему дать явно не могла, как вы понимаете. И учитель в отчаянии решил пойти в молочную лавку. И что же он увидел по дороге в овраге? Еще одна маленькая наложенная деталь. Как раз вот эти самые его ученики подопечные во главе со своим фюрером вели оживленный спор. И учитель не выдержал и сказал им «Дети, пустите меня с собой поиграть. Хочу быть вассалом вашего господина». И сначала, как вы понимаете, ученики мягко говоря обалдели. То есть как так? Ну потом «А что, а давайте? Настоящему оклад в 2-3 миллиона иен». Он говорит «Мне очень срочно нужно молоко». Ребенок умирает. Среди учеников как раз оказался сын владельца продуктового магазина. И он такой говорит «Ну что ж, молоко завтра сорганизуем». И учитель, будто забытье, побрел в магазин с этими игрушечными деньгами в карманах. И когда он заходит внутри этого магазина, он протягивает продавцу, как раз отцу одного из своих учеников, эти игрушечные деньги. Но и в этот момент, как вы понимаете, он напоминается. на этом рассказ заканчивается. Ну, как вы понимаете, 20-й век по сути своей показал, что личности, подобные вот этому ученику, довольно часто встречались в новейшей истории. Еще раз повторюсь, рассказ был написан в 1918 году. То есть только-только свершилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция. В нашей стране в разгаре гражданская война, но пока еще ни о каком таком тотальном культе личности речи не идет. То есть еще впереди нацистские режимы, сталинизм, полкот и так далее. Думаю, не надо здесь пересказывать всю историю 20-го века. Как вы понимаете, рассказ имеет несколько слоев. Самый простой такой вот бытовой психологический. Потому что все мы играли в детстве в магазины, все мы играли в казаков-разбойников. Можно с этой точки зрения посмотреть на этот рассказ. В этом плане к нему придраться особо не к чему. Психология и учителя, и детей воссоздана довольно-таки мастерски. Но посмотрим на символический ряд этого рассказа. Я акцентировал свое внимание на том, что учитель является сыном ученого-китаиста. Как вы понимаете, после реставрации Мэйти ученые-китаисты были не в особой части, потому что в стране проводилась политика усиленной вестернизации. Конечно же, Китай изучался, но больше внимания обращалась все-таки на Европу. и также обратите внимание на то, что это за ученики. Это дети будущей элиты. Это 1918 год. И эти дети поведут страну в бой. С этими покающими детьми Япония вступит сперва во вторую Японо-Китайскую войну, а потом и во Вторую мировую и будет дольше всех стран оси сопротивляться. И, как вы понимаете, в этом была огромная заслуга вот таких учеников, которые вели за собой вот этих людей. Причем, обратите внимание, это не буржуа, это не сын интеллигента, это сын обычного ткача, которому удалось просто за счет своей харизматики, за счет своих личных лидерских качеств взять вверх вот в моральном плане над своими одноклассниками и в конце концов по сути дела сломить своего сенсея, учителя. То есть ситуация оказалась довольно-таки жесткой. Несколько слов о самом Дзенитире Танидзаке. В период тьмы и мрака это получается в эпоху Тайсё и в эпоху Сёва он занял довольно однозначную позицию по отношению к официальной власти, не сотрудничая с ней. Вот так. В тридцатые годы тогдашняя японская власть довольно активно старалась привлечь тогдашнюю литературную поэтическую элиту на свою сторону, чтобы они участвовали в пропагандистских кампаниях, воспевали великий дух великой нации Ямато и так далее, тому подобное. Танидзаке ушел, скажем так, во внутреннюю эмиграцию. В конце тридцатых годов он переводит на современный понятный широкому широкой публике язык Гензима на Гатаре и в конце тридцатых начале сороковых годов пишет одно из главных своих произведений. Один из главных японских романов двадцатого века «Мелкий снег». И что же вы думаете официальная японская цензура с резкой критикой выступила против этого романа? То есть там не было каких-нибудь призывов или чего-то такого, но Танидзаки написал роман об обычных людях в мирное время. О радостях мирной жизни в военное время. Никто не призывал умереть за императора. Никто не говорил, как приятно мне сейчас будет отправиться на фронт и зарубить несколько сотен китайцев-американцев. Обычно семья. Причем главные персонажи там все-таки были женщины. В центре сижу женские образы, которые у Танидзаки выходили лучше чем например у того же Акутагава например. То есть в плане своего литературного мастерства это Минзаки стоит наглого выше Акутагавы. Так же получилось, что Акутагаву знают у нас больше о том какие произведения так или иначе отсылают к этому рассказу. Ну и опять-таки то произведение с которого собственно все началось. Более чем за 10 лет до этого вышел роман точнее повесть на Цумы-Сосаке мальчуган оба учителя, который поехал в провинцию. Там впервые была поднята вот эта вот тема противопоставления личности и общества, личности и системы. Как вы понимаете, тема школы, тема вот этого противостояния потом же отразилась в новеллах у того же Акутагава. Эта тема также звучит у Асаму Дадзая, тоже одного из величайших японских писателей классиков 20 века. Частично мы это видим и у Миссимы и даже такой современный автор, как Харуки Мураками взял аналогичный сюжет и использовал его в своей работе. Возьмем его рассказ «Молчание», где ученик также оказывается один на один с обществом, с системой. Но результат, к сожалению, практически у всех вот этих конфликтов один и тот же. Это уничтожение личности. Это уничтожение человека. Общество, государство всегда оказывается сильнее. вот такие вот печальные выводы. Вопросы? Если есть вопросы, я могу еще запрещать. Да, конечно. Его не запрещали. Там смотрите, какая ситуация была. Танидзаки, скажем так, у него было уникальное положение в японской литературе первой половины до сеттого века. Его произведения его кормили. Он мог позволить себе не сотрудничать с режимом. Он за собственный счет на очень плохой бумаге начал печатать первые главы своего романа. И что же вы думаете? Это очень сильно взбесило в эту цензуру. То есть сейчас это первое очень плохенькое издание на очень дешевой противной бумаге считается бы кинетической редкостью. Там в тираж был, по-моему, тысячи или несколько сотен экземпляров. То есть то, что можно было изъять, они изъяли, но и негласно ему сказали больше не печатай, не балын. И соответственно роман целиком в качественном издании вышел уже, как вы понимаете, после 45-го года с приходом американцев. То есть как вы понимаете, хоть что-то хорошее от этого было. А какой роман? Мелкий снег. Мелкий снег. Сразу хочу сказать, что одна из работ Занитиро Танидзаки, роман «Любовь глупца» или же Наоми, была опубликована в Советском Союзе как раз в 20-е, 30-е годы 20-го века. Это было одно из первых произведений японского модерна, которое было переведено на русский язык. Наряду с романом Самадзаки Тасона «Нарушенный завет», а также наряду с романом Нацумы Сосаки «Сердце Кокоры». Например, роман Кокоры был переведен одним из выдающихся советских японоведов академиком Конрадом. А он не участвовал в войне? Нет, он ни разу не участвовал в боевых действиях. И сразу хочу сказать, среди японских писателей 20-го века лишь единицы принимали участие непосредственно в боевых действиях. Самый яркий пример – это, конечно же, просто уникальный автор японского модерна Мори Агай. Этот человек, помимо того, что был сооснователем, скажем так, современной японской литературы, он еще был сооснователем японской военно-пулевой медицины. Он был генерал-лейтенантом военно-медицинской службы. Он принимал участие и в японо-китайской, разумеется, в первой, и в русско-японской воинах. Удивительный человек, кстати говоря, ему мы обязаны гуманным обращением к раненым пленным солдатам, и он, в принципе, был одним из главных японских гуманистов начала XX века. Обучался он в Германии, и именно он познакомил японских читателей с европейской поэзии XIX-XVIII века. Он перевел ее с немецкого и английского языков, собственно, на японский. То есть, благодаря нему стала возможна и современная японская поэзия, и он был одним из первых авторов, который начал писать именно модернистские рассказы и романы. Но, сразу хочу сказать, это очень такой уникальный человек, как вы понимаете. Ну, действительно, человек эпохи Мэйдзи. То есть, Мэйдзи переводится как просвещенное управление. То есть, это был действительно человек эпохи просвещения. Здесь вам и философ, здесь вам и медик, причем, как вы понимаете, довольно-таки успешный. Здесь вам и писатель, и переводчик, и просветитель. Уникальная личность. И, что касается его современников, лишь единицы принимали участие непосредственно в боевых действиях. Как правило... Обязательно бывали? А, скажем так, они были обучались в университетах, соответственно, они особо не подлежали призыву. Скажите, а вот вы говорили, что тогдашнее правительство пыталось появлечь лидературную деятельность и концентровать на английскую. А то, что тогдашнее советное писатель во всем этом именно был запрещен поддержкой всего этого и реализма. А, вам считают это? Ну вот, смотрите, опять-таки, что считать таким вот, ну, как-то сказать, таким жестким коллаборационизмом. Например, лауреат Нобелевской премии первой японской Исунари Кавабата ездил в Маньчжурию, писал ура-репортажи о успешной коллаборационизации новоприобретенных земель. Ну, это можно считать коллаборационизмом? Наверное, все-таки да, как вы понимаете. Но даже он как-то внутренне сопротивлялся вот этой вот несправедливости, которая творилась в стране. В общем, когда же японский империализм, можно ли сказать, что по нему было сходное культурное спустение, сходное тому, что было при обернании правительства? Ну, смотрите, какая ситуация. Запустения не было. Скажем так, японский модерн, эпоха японского модерна закончилась, ну, по двум датировкам, 45-й и 48-й год. Ну, 45-й это, соответственно, как вы понимаете, поражение Японии во Второй мировой войне, и 48-й это самоубийство Осаму Дадзая. То есть была опубликована повесть «Исповедь неполноценного человека», которая считается таким реклимом по эпохе японского модерна. И в этот же год умирает другой японский писатель Кикоти Кан. Все. Если вы видите, например, именно о периоде уже когда военные диктатура и начало военных месяцев, то это с 34-го на 30-е годы. Ну, с 37-го. С 37-го Вторая японо-китайская война, тогда же Резня в Нанкине. Вот. Смотрите. Выбор тогда был довольно-таки невелик. Либо ты сотрудничаешь, либо нет, либо же ищешь какие-то другие пути служения Родине. Многие японские поэты, например, уходили, сотрудничали следующим образом. Они начинали переводить японскую классику. С древнегапонского на нормальный японский язык. Ну, вроде как тоже сотрудничество, но при этом они не восхваляли вот то, что тогда происходило в стране. А вы еще упоминали, что ученый китайский и ведь в общем-то тогда Китай еще был как бы отрицательным примером страны, которая не сумела модернизироваться. В общем-то все правильно. Можно сказать, что в той японской уже практически полностью прекратились какие-либо взаимноствования с удовольствием именно с китайской литературой и китайской культурой? Я бы так не сказал. Китайская литература все-таки довольно богатая. Например, вспомним рассказ того же Акутагавы, рассказ о том, как человек отвалилась голова. Здесь он взял сюжет у классик китайской литературы 17 века Пусунлина, он же Ляо Джай. Очень рекомендую, очень замечательный автор, очень замечательный Пусунлин. Пу, потом Сун, да, ну проще как просто Ляо Джай. Да, это классика китайской литературы 17 века. Так же получилось, что у него жизнь, годы его жизни пришлись как раз на смену династии, на вторжение маньчжуров, ну и многие вот эти довольно-таки драматические события нашли отражение в его творчестве. Ну и, кстати говоря, вот того же Танидзаки за несколько лет до этого, один из ранних его рассказов, который вышел в начале десятых годов, он также взял сюжет из китайской литературы. Он так и называется Цзилинь. Опять-таки, эпоху империализма уже Я бы не назвал вот этот период эпохи империализма. Да, милитаризма. Потому что, смотрите, вот этот рассказ, ну, если уж совсем в лоб главной его мысли, что японская интеллигенция в лице вот этого учителя сдалась вот перед и буржуазией, и вот этими вот харизматичными фюрерами, которые ведут их в бой. И они ничего не смогли, к сожалению, предпринять. То есть величайший японский писатель начала сотого века Натсумусосаки, он же учитель Акутагавы, придумал довольно-таки интересный образ. Образ японского обломова. Японский интеллигент, который сидит дома и ничего не делает. Вот просто ничего. Но сразу хочу сказать, с нашим обломовым его, собственно, вот это, наверное, и роднит. А так внешне, вот если так сопоставить нашу обломову, это довольно разные личности. То есть японский обломов, он подтянут, здоровый человек, но он не хочет никак участвовать в строительстве этого государства. То есть здесь мы видим дзенбуддистскую концепцию не вижу зла, не слышу зла, не делаю зла. Вот так. То есть принцип недеяния. То есть японский обломов получил прекрасное образование, это образованный человек, он мог принести реальную пользу обществу, но он предпочитает ничего не делать вообще. Ну, по сути дела, да. И, как вы понимаете, принципиально не делает. Вот такая вот интересная ситуация была. ты буду. Спасибо. Аплодисменты. 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 Спасибо.